Фото сайта таможенного комитета Приднестровья. Дата воскресенья, 5 вечера. В сторону пункта пропуска Кучурган дорогу заблокировал микроавтобус. Граница снова закрыта. Сегодня стало известно, машины и людей перестали пропускать с 6 часов вечера субботы. В пограничных кулуарах говорят, на Киев снова повлияли из Кишинева. Закрыть границу Украины с Приднестровьем могло попросить руководство Молдовы. К ситуации уже подключились наши дипломаты. Напомним, Украина открыла границу утром в пятницу 29 мая. Сразу пошли наши грузы. Впервые за 2,5 месяца. Все это время ни один пункт пропуска на границы Украины и Приднестровья не работал. Известно, на этом настояло руководство Молдовы. Была закрыта граница Приднестровья с Украиной по согласованию и по настоянию молдавской стороны. Подобного рода действия Молдовы являются дополнительным аргументом, который позволяет предполагать, что когда возобновит свою работу Приднестровско-украинское участок границы, не исключено, что молдавская страна продолжит создавать препятствия для экономики Приднестровья и для людей. Опасения подтвердились. Препятствия продолжаются. Сейчас на границе Молдовы и Украины стоят 4 фуры с медикаментами для Приднестровья. Молдавские таможенники предъявляют бюрократические требования. Запрашивают документы, по которым медикаменты должны соответствовать реестру лекарственных препаратов соседней страны. Проблема в том, что он существенно отличается от нашего. В Молдове почти все медикаменты производят в странах Евросоюза. Они дороже. Наши фармацевты предпочитают ввести препараты из России, Украины, Белоруссии. Закрытие границы стало определенным фактором, вызовом для Приднестровья, для экономики Приднестровья, для импортеров приднестровских, которые вынуждены были, чтобы ввести свои грузы, пересекать молдоукраинские пункты пропуска, где они столкнулись с большим числом всяких бюрократических иных административных препонов, которые чинились Кишиневым. Фуры с нашими медикаментами на границе Украины и Молдовы ждут пропуска уже неделю. Подобная ситуация была в марте. Руководство Молдовы снова демонстрирует тактику давления на Приднестровье в условиях пандемии. Эксперты называют действия официального Кишинева антигуманными. За последние два месяца таможенники Молдовы задерживали оборудование, которое печатает комплектующие для защитных масок врачам, детали для аппаратов ИВЛ. Долгое время мы пытались решить данную проблему. С момента захода одной машины, которая стояла неделю на таможенном переходе Украина-Молдова. Но 7 дней это не срок решения проблем. Никто не говорил нет, но и никто не собирался предпринимать каких-либо мер для того, чтобы машины прошли. Сутки это много. 12 часов это тоже недопустимо. Но неделю это просто издевательство. А в Молдове не скрывали радости от новых проблем для Приднестровья. Вице-премьер Кристина Лесни говорила в СМИ, что закрытая граница – лучший момент для так называемой реинтеграции. Официальный Кишинев давит в открытую. Задержка наших грузов на границе уже стала обычным делом. От бюрократии Кишинева пострадали Молдавская ГРЭС, Тирасполь Трансгаз Приднестровья, Тиротекс Энерго, Интернестрком. Десятки предприятий. Необоснованно затянутое оформление грузов привело к убыткам. Часть из этих грузов признается товарами так называемого двойного назначения. Это требует проведения специальной комиссии, получения разрешения и так далее. Это время, это ресурсы, это в том числе финансовые затраты на простой груз. Поэтому ситуация негативная. Недавно прошла встреча рабочей группы по таможенным вопросам Приднестровья и Молдовы. Результатов нет. Приднестровья еще до периода пандемии предложила проект протокольного решения о снятии технических барьеров и сдерживании части как раз доставки грузов, товаров и прочего. Молдавская сторона не отреагировала на наши предложения. И с учетом того, что сегодня есть определенные сложности, они носят такой субъективный характер, мы повторно наставим на том, чтобы Кишинев внимательно рассмотрел наши предложения и был готов к конструктивному диалогу по существу данного проекта. Пока ситуация в отношениях сторон все хуже. Буквально накануне Молдова перестала признавать документы Приднестровья. Новость появилась по итогам заседания экспертов сторон по банковским вопросам. Молдова в одностороннем порядке вышла из протокола 2001 года, который тогда подписали президенты двух стран. В документе, в частности, идет речь о паспортах, водительских удостоверениях, аттестатах, дипломах и других документах. Теперь это все уже официально не признают соседней стране. В Тирасполе потребовали от Кишинева дать объяснение, в том числе всем международным участникам формата 5 плюс 2.